Не обойтись без современных технологий на гидроэлектростанции. Именно такие сейчас применяют при модернизации Братской ГЭС, чтобы сделать работу этого стратегически важного объекта еще надежнее. О том, как разработки ученых-теоретиков применяют на практике, расскажем в следующем материале. Монтажники собирают последние узлы. Эти кабельные линии на Братской ГЭС призваны заменить своих предшественников, которые служат с 60-х годов 20-го века. Причина реконструкции вовсе не износ оборудования. По оценкам специалистов, ветераны прослужили бы еще не один десяток лет. Дело в прогрессе. Изоляция у новых кабельных линий – полиэтилен. Ученые в разы улучшили его свойства, немного изменив формулу. Теперь современный кабель компактнее и легче, а еще надежнее. Технологию его производства освоили и российские предприятия в рамках программы импортозамещения. Продукт получился дешевле зарубежных аналогов. Это позволило не только снизить зависимость от зарубежных поставщиков, но и значительно сократить затраты на реализацию проекта. По моей оценке, экономия примерно в три раза составляет по инвестициям в сравнении с поставкой импортного оборудования. Как отмечают специалисты, с новыми материалами и работать гораздо проще. Сокращается время монтажа. Легче и обслуживание. Сейчас заменено уже пять из десяти действующих высоковольтных линий, по которым электричество от гидроагрегатов попадает вот сюда, на распределительное устройство. Если говорить проще, передается потребителям. В целом, проект реконструкции обойдется энергетикам в 400 миллионов рублей. Двенадцатый гидроагрегат мы уже отдаем ввод в работу с 27 июля, поэтому на стадии завершения. И до конца года у нас уже планируется еще шестнадцатая кабельная нитка ввести в работу. На девятнадцатый год в планах оставшиеся три кабельные нитки. Вот. Чем мы закончим проект по замене нашитой полиэтиленки. Проект реконструкции Братской ГЭС комплексный и масштабный. Он включает в себя модернизацию турбинного и генераторного оборудования, систем защиты и противоаварийной автоматики. И это лишь часть из огромного перечня работ, которые в итоге позволят обеспечить еще более надежную и бесперебойную подачу электроэнергии потребителям. А их география обширна. Братское электричество расходится практически по всей стране. Давид Азизов. Новости по будням.